Границы РФ откроются 1 января 2021 года, что известно по поводу открытия международных границ. Как известно, границы России закрыты для въезда большинству иностранцев, ну кроме некоторых исключений, в РФ все же могут въехать в иностранцы с ВНЖ, состоящих в браке с гражданином или гражданкой РФ, а также иностранцы из некоторых стран могут приезжать в РФ на самолете без всяких оснований. Большинству иностранных граждан въезд в Россию по-прежнему закрыт. Граждане России находятся в чуть более лучшем положении, они могут выезжать из страны самолетом без всяких оснований. А вот сухопутное пересечение границы все же ограничено. А теперь давайте подумаем, когда же границы РФ могут быть открыты. К сожалению, каких-либо точных и даже приблизительных дат никто из российских официальных лиц не дает, решение о полном открытии российских границ пока не принималось, его будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС, Песков уточнил, что штаб примет решение с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран. Пока никаких решений не принималось, сказал представитель Кремля. По его словам, у Кремля также нет информации по возможным срокам. Пока нельзя назвать точную дату, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу, включая открытие границ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан, констатировал Путин, цитаты по Интерфаксу. МИД РФ не рекомендует гражданам РФ выезжать на отдых за границу РФ, понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Границы РФ откроются не ранее весны 2021 года. Лучший способ легально проехать в Россию, это купить путевку в санатории с лечением, купить путевку можно онлайн, так вы получите полностью легальные документы. Тема трудовых мигрантов Узбеки и Таджики вновь активно поднялась в России. Стало известно о том, что Министерство строительства и ЖКХ не только подготовило предложение для упрощенного въезда в нашу страну трудяка из-за границы для работы на стройплощадках, но и согласовало его и с МВД, и с Минтрудом, и с Роспотребнадзором. А теперь документ отправился на рассмотрение в правительство. Минстрой подготовил предложение для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Инициатива уже направлена в правительство. Ведущий Анна Шафран считает, что строительным компаниям надо быть менее жадными, а ратующая заввоз трудяка из-за границы Министерство поставило перед очевидным фактом, мигранты — это вывоз капитала из страны. В пресс-службе ведомства уточнили, что въезд в нашу страну предполагается разрешить ограниченному кругу лиц, только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, прежде чем пересечь границу России, трудовой мигрант обязан будет предоставить свежую справку об отсутствии у него коронавируса. Буквально за три дня до въезда, компании, которые приглашают трудяка из-за границы, должны озаботиться их размещением, постановкой на миграционный учет и официальным договором на работу. Приезжим же, в свою очередь, необходимо будет оформить патенты для трудовой деятельности в Москве. В самом Минстре сообщили ТАС о нехватке трудовых мигрантов на стройках в 50 регионах из 77, данные на начало декабря. Кроме того, здесь добавили, что, мол, несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу. Ведущая Анна Шафран в своем авторском телеграм-канале поставила ратующий за мигрантов Минстр и перед очевидным фактом, мигранты — это вывоз капитала из страны. Когда же мы будем бороться с безработицей в России? Озаботилась актуальным вопросом журналистка. Но для этого, конечно, строительным компаниям надо быть менее жадными. Поясняя свою мысль, Шафран отметила, что наши граждане получают зарплату в России, здесь ее тратят и таким образом поднимают ВВП. А мигранты же, продолжила ведущая, всегда вывозят капитал и ВВП снижают. Резюмируя, Шафран поставила вопрос еще шире, поинтересовавшись уже позицией самого министерства. Почему же Минстр и все никак не может научиться мыслить государственно? Он что отдельно, а страна отдельно, недоумевает ведущая? Если вам понравилось это видео и вы узнали из нее что-то интересное, подпишитесь на мой канал и не пропустить важное. В нем буду рассказывать еще больше интересных новостей. Росавиация разрешила выдать допуски на полеты за границу в 24 страны мира. Детали по направлениям. Росавиация выдала допуски на международные вылеты в 24 страны, среди них как регулярные, так и чартерные рейсы, 169 маршрутов. В какие страны Росавиация выдала допуски? Первым относится, 1. Белоруссия, полеты на А, к аэрофлот по маршруту Москва-Минск. Число полетов увеличено с 42 раз в неделю до 49, а также разрешение на полеты в Минск из других шесть городов РФ. 2. Узбекистан. Допуски выданы на вылеты из восьми городов России в Самарканд, Бухару, Наманган, Андижан, Фергану, Каршей, Наваи, Ургенщ, Ташкент, Нукуз, Термес, авиакомпания Майкар, Азурейр, Победа, Северный ветер, Уральским авиалиниям. 3. Египет. Полеты из 13 городов РФ до Каира на А, к Азурейр. 4. Казахстан. Разрешение на полеты из Астрахани, Екатеринбурга, Казани в Актау, Алматы, Шимкента, Казимут, Ред Винкс, Северный ветер. 5. Тергизия. Разрешение выданы на вылеты из Тюмени и Красноярска в Бишкек и Ошна авиакомпания в Северный ветер и Икар. 6. Мальдивы. Разрешение выданы на вылеты из Москвы в Мале авиакомпании Азурейр. 7. ОАЭ. Допуски выданы на вылеты из городов Москва, Махачкала, Грозный в Шарджу и Дубай на А, к Ютеир, Азурейр. Победа. 8. Турция. Разрешение выданы на вылеты из 10 городов РФ в Стамбул, из Волгограда в Даламан, из Сочи в Трабзон. 9. Танзания. Разрешение на полеты из Москвы на Занзибара, к Ютеир. Новые страны, по которым выданы допуски. 10. Азербайджан. Допуски выданы на вылеты из Екатеринбурга и Краснодара в Баку авиакомпаниям Азимут и Рэд Винкс. 11. Армения. Допуски выданы на вылеты из Москвы, Омска, минеральных вод на полеты в Ереван и Гюмри авиакомпаниям Нордстар, Азурейр, Уральским авиалиниям и Азимуту. 12. Германия. Допуски выданы на вылеты из Нижнего Новгорода в Мюнхен и Берлин, из Санкт-Петербурга в Гамбург, в Меминген и из Москвы авиакомпания Мэраэра, Северный ветер, Уральские авиалинии. 13. Греция. Разрешение выданы на вылеты в Салоники из Н. Новгорода, Саратова, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, к Нордстар. 14. Израиль. Разрешение выданы на вылеты из Казани и Ростова-на-Дону в Тель-Авив авиакомпании Северный ветер. 15. Испания. Разрешение выданы на вылеты в Бильба, Пальма-де-Майорку, Барселону, Мадрид, Кастильон-де-Ла-Плана, Малагу авиакомпаниям, Северный ветер, Аэрофлот, Победа. 16. Италия. Допуски выданы на вылеты из Рим, Римени, Тревиза, Триест, Гену из Москвы, в Милану из Новосибирска, в Римени из Ростова-на-Дону авиакомпаниям, Победа, Сибирь, Уральские авиалинии. 17. Кипр. Допуски выданы на вылеты из Москвы до Пафоса, из Ростова-на-Дону в Ларнаку. 18. Китай. Разрешение выданы Азурейер и Уральским авиалиниям, Red Wings, Royal Flight. Вылеты из Екатеринбурга по маршруту Пекин, Пхукет, Аэс-Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани, Санью. А также разрешены вылеты из шести других регионов РФ в 22 городах Китая. 19. Мальта. Допуски выданы на вылеты из Москвы на АА, Кайрофлот. 20. Великобритания. Допуски на полеты выданы А, Казурейер на полеты из 13 городов России в Лондон, Бирмингем и Манчестер. 21. Нидерланды. Допуски получены на вылеты из Москвы в Маастрикт на авиакомпании Азурейер. 22. Саудовская Аравия. Разрешение выданы на вылеты из Москвы в Эр-Риад, из Грозного в Джидо авиакомпаниям Северный Ветер и Ютеир. 23. Туркменистан. Допуски выданы на вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Ашхабат авиакомпаниям Северный Ветер и Юраэра. 24. Чехия. Разрешение выданы на вылеты из Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода в Прагу, из Калуги в Пардубице, Аказимут, Руслайн и Юраэра. 24. Если вам понравилось это видео и вы узнали из нее что-то интересное, подпишитесь на мой канал и не пропустить важные. В нем буду рассказывать еще больше интересных новостей. 24. Северный Ветер и Юраэра.